Видели хоть раз лежачего полицейского? Сейчас будет. Ну ты неплохо говоришь по-русски, хорошо? Я только чуть-чуть говорю по-русски. Я не знаю, ну немного. Ну я просто настоящих немцев еще не встречал, которые говорят по-русски. Я ничего не понимаю. Ребята, ну это трындец какой-то. Смотрите, открыл 30 грамм в пачке. Пачка и так маленькая, а внутри тут вообще на дне. Вообще борзили торгаши. Кстати, сейчас хотел использовать полчаса с пользой. То есть с какой пользой? Зайти в Макдональдс здесь на вокзале и покушать. Захожу, если вы хотите там покушать, надо зарегистрироваться, чтобы записали. Я говорю, не-не-не, все, мой поезд отходит и ушел. Устроили цирк какой-то прям. В общем, дома уже все. Ребята, наконец-то добрался. Время почти час ночи. Пройду через эту трущобу. Всем вам говорю пока. Народ, всем здорово! С дальнего севера, с дальнего города. Город Любик, Травенмюнды. Сейчас нахожусь в порту. Буквально только что сдал автомобиль. По предыдущему видео вы уже знаете. В общем, сейчас еду домой на поезде. Купил себе билет за 65 евро. Вот цена. 65 евро 90. Проехать надо 400 километров. Посмотрите со мной немного Германию с этой стороны. Смотрите, вот корабль заходит. Стэна Лайн. Вот на этот. Кстати, вон машина стоит, которую я отправил. Сейчас их будет грузить сюда. Вон еще кораблик. Это самый край земли Германии. Ну, есть, конечно, еще повыше. Но моря. Дальше Германии нету, да? Есть только влево подниматься. На Дании. А так вот уже все здесь. Здесь выход. Отсюда можно поплыть в любую точку. Скандинавии или Прибалтика. Смотрите, как потиху-потиху крадется. Все. Тормоза включил. Ух ты. Да тут поезд. Травенмюнде. Так. Но это не мой. Мой без 20. Еще 20 минут ждать. Здесь всего лишь одна линия. Потому что дальше ехать, в принципе, некуда. Только в этих деревнях, которые здесь в округе. Сейчас правило в Германии. В любом общественном транспорте надо обязательно ехать в маске. У меня маска тоже с собой есть. Так что сейчас наденем и мы будем путешествовать. Маска в данный момент самый лучший атрибут. Самый лучший друг в Германии. Ну, в принципе, если вдоль побережья, так раз-раз-раз-раз и на север туда. Но как-то я встретил немцев в городе Киль. И они сказали, а Киль отсюда. Ну, где-то, ну, точно не буду врать, но около 100 километров. Километров. Так говорят нам правильно. И они мне сказали, что это край Германии. Конец Германии. Вот так. Все. Я заговорился немного. Домой прибуду только в полдвенадцатого. Так что порядком не ехать. Народу здесь практически нету. Так, ну, это, по ходу дела, платный гараж. С кодом. Для великов. Да. В таком гараже ваш велик будет в целости и сохранности. Ну, в принципе, как я и сказал, здесь один путь, смотрите. Подземный переход. Я как вышел отсюда. Вот там. С территории порта. С этой стороны я сказал, что мне на поезд надо. Поэтому меня здесь выпустили. А так вообще выход там, где и въезд. Помимо порта, здесь есть еще в травы Мюнды отличный пляж большой. На котором люди отдыхают практически все лето. А то и больше. Зимой, правда, холоднее. Ветер. Балтийское море. Вон полиция кружится. Лавешка мутится. Вот, друзья, в принципе, карта севера Германии. Смотрите, вот город Киль. Тут Фленсбург. Граница Дании. Здесь Северное море. Вот Балтийское море. А мы находимся с вами сейчас вот тут. Вот Любик Травен Мюнды. Хафен. Вот здесь, видите. Тут все Балтийское. Так, ну здесь вот Хамбург. Так, друзья, здесь что-то намечается. Если корабль пришел на погрузку, то сначала он должен разгрузиться. Кто прибыл? Приехала полиция. Две машины таможни сразу с этой стороны. И сейчас будет выдергивать потихоньку. Хорошее место отсюда. Не с территории порта. Можно немного понаблюдать. Так, так, дорогу троем перекрывает. Видели хоть раз лежачего полицейского? Сейчас будет. Все, готов. А, смотрите здесь, в чем дело. Здесь полиция проверяет документы. У того документы только проверили. А таможня будет интересоваться, скорее всего. Они, как видите, левее стоят. Вот еще один потягивается полицейский. А таможня будет, скорее всего, интересоваться, что за груз. Скорее всего, может, польские номера там или какие-то российские. Вот, смотрите, таможенник побежал. Перекрывает. Все, иди сюда. Интересно, что у него за номер там машины. Вид, да не судьба. Мне долго за ними наблюдать, потому что идет мой пояс. Вот. Ребята сел в поезд и тут встретил человека. Человек говорит, что он умеет говорить по-русски. Немец. Обратите внимание, такого вы еще не видели. Я обычно не ехаю коньяк на завтра. У тебя русская жена, да? И дураки, и дороги. Ну, ты неплохо говоришь по-русски, хорошо? Я только чуть-чуть говорю по-русски. Я не знаю, ну, немного. Но я просто настоящих немцев еще не встречал, которые говорят по-русски. Я ничего не понимаю. Давно женат на русской женщине? Моя жена. Да. Моя жена из России, да. И наши дочери тоже говорим по-русски и по-немецки, конечно. Отлично. Пока. Так, друзья, прибыли на вокзал Любика. Пока. Все, давай, пока. Давай. Прикольный человек, ребята, попался. Даже сам не ожидал. Немец раз по-русски заговорил. Разговорились. Ну, вы сами все видели. Мы говорили дольше. Давай на камеру поговорим чуть-чуть. Но то, что вы видели, то он сказал. Вот такой вот главный вокзал Любика. Хотел перекусить здесь. А вот уже все закрыли. Обломался. Время 19.00. Покушать нельзя. Так, вот мой поезд уже стоит слева. Путь 6. Еду я в город Люнбург. Там пересадка. Час езды. Но здесь есть автомат. И здесь можно чего-нибудь купить. Чипсы, например. Смотрите, у них даже в наличии. За 3 евро есть маска. Одна причем, ребята. Или две. Так, что там стоит? Вроде две. Обалдеть. Раньше такого не было. Кстати, она самая дорогая здесь. Остальное всего по 60 центов. По 80. Водичка есть. Номер 11. Давай. Так. Готово. Опа. 70 центов. Вот это поворот он не дает сдачу. Евро 50 начат купить еще. Вот таких вот штукенций купил. Так, вот сдачи не дает. Орешки в шоколаде. Здесь у нас мультивитамин сок и чипсики. Кстати, 20 центов было в автомате еще внутри. Кто-то не обналичил их. А я закинул 2 евро. И 2.20 было. На 2.20 это все купил. Ребята, ну это трындец какой-то. Смотрите, открыл. 30 грамм в пачке. Пачка и так маленькая. А внутри тут вообще на дне. Вообще оборзели. Торгаши. Итак, друзья, я прибыл уже в город Люненбург. Отсюда я сейчас сяду на быстрый поезд ЭЦЕ и поеду в Ганновер. Заехал, купил себе кофе. Прикольно я себе в Москву делал. Специально, чтобы дышать и чтобы она мне не мешала. Все на меня смотрят так постоянно. А мне пофигу. Самое главное, что она есть. Сейчас только подошел к автомату, там где покупаешь билеты. И, ну, человека нет, а торчит 10 евро из него. Естественно, я их забрал. Люненбург. Небольшой городок. Вернее, Люненбург. Так же и вокзал маленький. Зато сейчас следующая остановка в Ганновере. Там будет уже большой. А вот и мой поезд. Скорый поезд. С дому мчится. Полечу домой, как птица. Полечу, как птица я. Да. Так. Куда сюда? Нет, пойдем сюда. А со столиком все. Этот поезд уже намного удобнее. Тут и подушечки есть. Сиденья удобнее. Тронулись. Следующая остановка. Город Ганновер. Кстати, по громкоговорителю нам сказали, что это конечная остановка. Земли шлез в Хольштайн. И заезжаем в Гитерзаксен. Наконец-то прибыли мы в Ганновер. Мой поезд через несколько минут. Почему-то произошла задержка. И приехал поезд на другой путь. Должны были на четвертом, а вылезли на седьмом. Сейчас на двенадцатый надо бежать. Так, бежим. Иначе опоздаем. Сюда наверх. Поезд стоит. Первый класс. А нам сюда. Так, ну собственно в этом вагоне и сяду. Это вагон-ресторан. По идее пересадка была где-то примерно 10 минут. Но с опозданием приехали. Так что нет времени. Ну и все. Следующая остановка у меня в центре города Хам. Наконец-то возвращаюсь до дома. Так, вон там видели какой первый класс? Пустой почему-то. Первым классом никто не едет. Ну и здесь тоже два проводника. Хотя то дальше люди есть. Я уже посмотрел. Какая разница ехать первым классом или вторым? Че, я хуже сижу что ли? Смотрите. Так же кожаные сиденья. Все отлично. Один водитель на всех. Надо одевать. Кто-то будет ругаться. В моем стиле. Так, друзья, не знаю что произошло, но поезд остался стоять и мне пришлось вылезти. Так что через полчаса следующий поезд. Вот такая тема. Так что вот вам центр Ганновера. Смотрите какой всадник. Вот вокзал. Просто реально сказали всем вылазить. Следующий поезд пойдет через полчаса. И он стоит. И теперь я домой попадаю не полдвенадцатого, а без двадцати час. Ну ладно, отдыхать так отдыхать. Кстати, сейчас хотел использовать полчаса с пользой. То есть с какой пользой? Зайти в Макдональдс здесь на вокзале и покушать. Захожу, если вы хотите там покушать, надо зарегистрироваться, надо чтобы записали. Я говорю, не-не-не. Все, мой поезд отходит и ушел. Чудный пацан ходит всю дорогу, орет здесь. Просто тип тупо ходит, орет. Ладно, едем наверх. А вот и причина, почему наш поезд не пошел с этого пути. Сказали, пойдет здесь, а теперь опять поменяли на одиннадцатый. Может было в двадцатом сесть, теперь на одиннадцатый. Видите, что-то там ремонтируют сзади. Ребята труются. Тем временем еще ребята собирают мусор на железной дороге. Вот с другой стороны. Вот пройдется мой поезд. Теперь добавилась пересадка в Белефельде. Но зато в центре нашего города не надо будет пересаживаться. А сразу же вылезут на моем районе. Что даже очень хорошо. Так, ну что, пройдемся. Поехали. Пойдем с вами на первый этаж. Вот тут и присядем. Так, наконец я прибыл в Белефельд. В Белефельд. Еще попутчик тут нарисовался. Ты сам брусак или нет? Да. Или просто немножечко по-русски умеешь? Да. Да? Пока доедешь, столько попутчиков встретишь, со всеми познакомишься. Еще один говорит, ты что по-русски умеешь? Услышал у меня акцент. Я говорю, да. Но он сам плохо говорит, парень. Здорово, надо по пути ехать. Так что сейчас вместе поедем. В общем, полчаса у меня времени есть. Вылез я в Белефельде. Вот город Белефельд, смотрите. Центр. Так, ну здесь тишина уже. Люди спят, одни таксисты стоят. Вот вокзал. Так, ну все закрыто абсолютно. Ни кофе не купить, ничего нету. Вот смотрите, ни информацию не получить, ни билет купить только в автоматах. Вот ни кофе. И здесь забегаловки закрыты. И тетя потерялась. Не знает, куда идти. Нормально я вас сегодня прокатил, да, ребята? Как? Пишите в комментариях. Давайте посмотрим с вами вместе вокзал. Вокзалы в Германии интересные. Особенно в крупных городах. Тут, ребята, перед самым входом на вокзал, смотрите, монумент такой стоит. Две железные плиты с именами. Написано год рождения, потом сколько лет. Ну здесь вот я не пойму надпись, наверное, по-еврейски написано. Куда язык непонятный. И стоит что да как, кого куда отправляли. Вот Бухенвальд, Освенцин. Очень много имен. Еще бы разобраться. Здесь не стоит с этого города, возможно. Кто знает об этом, напишите. А не, вот написано. Вот Гютерсло, Харен. Людей. В общем, здесь города написаны с этого района. Херфорд. Херфорд 20 километров отсюда. Смотрите сколько. Только сейчас остановка была. Точно о евреях речь стоит. Здесь стоит что? Самая большая община до 33 года, до прихода Гитлера, была здесь. В Биллифельде. И она была почти вся уничтожена. Вот так вот проедешься по городам и обязательно на что-нибудь наткнешься интересное. Ходишь, ходишь и окунаешься в историю. Ну и вот очередной мой поезд. Пойду занимать место. Весь изрисованный. Ну и обязательно надо надеть маску, маски шоу продолжаются. Фу, воняет тут туалет. Так, ну мы идем. Народу практически нету. Надеюсь, поезд правильный, иначе придется здесь заночевать. Потому что потом уже поездов не будет. Наконец-то я дома. Все, выкидываем маску. Во время пика эпидемии я ездил без маски, все спокойно было. Когда сейчас жара, все должны ехать в маске. Устроили цирк какой-то прям. В общем, дома уже все, ребята. Наконец-то добрался. Время почти час ночи. Я пройду через эту трущобу. Всем вам говорю пока. Карматура. Всем пока. Спокойной ночи или доброго времени суток. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok